Когда мне было 8 лет и родители уходили в гости, я находил спрятанный ключ от книжного шкафа и всю зиму читал Илиаду, значит, ну, читал и даже перечитывал. Я тогда не знал, что с этого началось у меня увлечение историей. Ну вот, потом, когда я слегка подрос, я, естественно, читал серию ЖЗЛ, опять же, с большим увлечением. А потом, когда мне уже было около 40 лет, да, я вдруг подумал, что во многих книгах серии ЖЗЛ, ну, во-первых, они написаны для совсем взрослых людей. Многие писались учеными, которые писали научным языком, а в науке считается живой язык слишком как бы вульгарным. Там, скажем, моего брата-профессора время от времени, когда он защищал докторскую диссертацию, значит, ему говорили, что вот один недостаток – слишком живой язык у вас в диссертации. Ну вот, и я вдруг подумал, что надо же писать, вот заполнять эту лакуну, потому что мало кто знает о том, как эти люди, которые жили в разные эпохи, принадлежали к разным народам и разным конфессиям, но каждый из них сделал какое-то большое доброе дело для всего человечества. Притом для человечества, так сказать, которое окружало их, для их потомков, для нас и для будущих детей, которые будут после нас. Вот. Ну и я решил писать про их детство, так как я в основном пишу. Правда, в чем дело еще? Дело в том, что почти все мои книги написаны для семейного чтения. Для детей лет 8 и до 80, можно дальше, до 100. Вот. И поэтому, ну, вообще, считаю, что очень важным событием в жизни любого ребенка и любого человека – семейное чтение. Когда сначала родители читают вместе с детьми, а потом уже дети самостоятельно читают книги, а потом они читают вместе со своими детьми. Ну, вот так приблизительно у меня и написаны «Жизнь замечательных детей». Они написаны для людей любого возраста. Кое-какие книги из этой серии покупают во всю бабушке для себя. Ну, кое-какие для внуков, а кто-то для детей. В общем, вот такая серия. Продолжение следует...